В преддверии Международного женского дня Дворец Спорта Видное превратился в настоящий дворец красоты, где специально к празднику для представительниц прекрасной половины Ленинского района были организованы интерактивные площадки, где можно было сделать прическу, макияж или маникюр совершенно бесплатно. Праздник организован хорошо, очень много приятных моментов, таких как маникюр, укладка волос и макияж, то, что нужно сегодня на вечер. Вот я сейчас уже готовлюсь к сегодняшнему вечеру. Дома обычно нет времени, а сейчас есть такая возможность, да еще и бесплатно. Ну вот вы решили, да, плести косы, потому что это уже актуально, да, не первый год? Да, не первый год, коса вообще в тренде, по-моему, с тех времен, когда наши бабушки еще были молодыми и даже раньше, так что коса никогда не выходит из моды. Появляются новые какие-то варианты, что-то более модное, что-то менее, но тем не менее коса это всегда актуально. Я вот тоже решила воспользоваться услугами мастера Екатерины, она мне сделала такую модную, я думаю, в этом сезоне прическу, да? Как она называется правильно? Прическа называется «Эффект выбритого виска». А еще здесь проходят интересные мастер-классы, вот мы решили заглянуть. Расскажите, пожалуйста, что у вас здесь происходит? Здравствуйте, у нас мастер-класс по алмазной мозаике, алмазной вышивке. Это достаточно новая техника, которая похожа и на мозаику, и на вышивку одновременно, но очень проста в изготовлении. Мы делаем вот такие вот планы, маленькие подарочки, которые увозят, забирают с собой наши рукодельницы. В преддверии 8 марта во всех школах района проведена большая работа. Дети делали своими руками подарок любимой мамочке. Это своеобразный конкурс, и вот лучшие из работ представлены на этой выставке. Обойдя сейчас, как сейчас модно выражаться, интерактивные площадки различные, я вижу, что у наших замечательных дам просто потрясающее настроение, радуются дети. Я думаю, что это будет хороший положительный момент и заряд бодрости на все четыре выходных. Я хочу поздравить маму, чтобы она не болела и была всегда хорошей, никогда не ругалась. Я поздравляю ее с 8 марта. Всем женщинам желаю крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, мира. Любви. А любви все возрасты покорны. Поэтому, чтобы в квартире, в доме была любовь, благополучие и счастье. Чтобы вы понимали мужчин, а мужчины понимали вас. Чтобы вы сохранили всю радость не только в празднике, но и в обычные дни. Желаю весеннего настроения, радости от близких, мужчин, счастья, красоты. Улыбок, любви и счастья. Праздничную программу продолжил концерт «А женщины всегда прекрасны», который мы показывали в прямом эфире. Но полную версию вы сможете увидеть в ближайшее время на нашем телеканале. И еще несколько поздравлений в адрес женщин Ленинского района. Женщина – это... Приглашение к счастью. Без них бы жизни вообще не было на земле. Это наша путеводная звезда. Она чародейка, искусница. Она прекрасна, удивительна и загадочна. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Женщина – это домашний очаг. Это всегда внимание. Прекрасная, восхитительная, потрясающая, помрачительная. Множество прилагательных, шикарная, божественная. Женщина – она добрая, ласковая, красивая, всегда красивая. Любимая и желанная. Добрая, теплая, мягкая. Та, которая притягивает. Женщина – это мать. Это доброта. Это самое... От чего наши... От кого и от чего зависит наша жизнь, весь мир. Женщина – это самое милое, самое прекрасное существо, творение Божие на нашей земле. Женщина – это цветок. Женщина – это радость. Женщина – это мать. Женщина – это жена. Тут можно придумать огромное количество эпитетов. Но женщина – это наше все. Потому что куда мы, грубые, черствые мужчины, без наших великолепных и нежных женщин? Вы знаете, невольно вспоминаются слова песни «Женщина – ветер, женщина – вода», «Женщина – радость, женщина – беда». Конечно же, можно очень много слов сказать теплых в адрес любой женщины. И, безусловно, это тот цветок жизни, который украшает каждого мужчину. Я вас люблю. Хоть я бешусь. Хоть этот труд и стыд напрасный. И в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Уважаемые дамы, всего вам самого доброго, светлого, яркого, красивого. Пусть все у вас будет хорошо. И на душе, в душе всегда будет весна. Женщина достойна любви и счастья. И я хочу пожелать, чтобы она любила и ее любили. И пусть последующие 365 дней, как минимум, будут не менее радостные и долгожданные, как 8 марта. Я им желаю, чтобы они были всегда красивыми, умными, счастливыми. Ну, добрыми, конечно. Милые дамы, поздравляю вас с днем 8 марта. Мы вас любим, мы вас ценим. Вы единственное светлое пятно в нашей жизни. Добрый день, дорогие, милые, любимые женщины Ленинского района, Московской области. Самое главное подарок – это что? Цветы. Правильно, видите, здесь ничего нет. Мы говорим, дуньте, пожалуйста. Выдуньте. Поворачивайте. Это для вас. Здоровье, счастье. Любим и будем любить. Мы, мужчины, не смогли бы ничего добиться без наших любимых женщин. И я более того скажу, что женщины Ленинского района, женщины города Видное – это самые лучшие представители женского пола, которых мне доводилось встречать. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим. И считаем, что вы есть самое лучшее, что может быть у нас в этой жизни. Женщина – это все. Мне так и хочется сейчас сказать о том, что вы прелестны, словно розы. Только разница одна. Розы вянут от мороза. Прелесть женщин – никогда. Я хотел бы всем нашим милым женщинам пожелать самое главное – любви, теплоты, сердец, чтобы их дети всегда их радовали. И, конечно же, чтобы всегда на душе была весна. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить. Так чудно! Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Всех с праздником весны!